Девочка-пай Сьогодні в програмі Чи можна подорожувати в цікавому стані? Які мультфільми рекомендовані для перегляду дошкільнятами? Як навчити дитину сприймати поразку? Поради спеціалістів Наближається літо Сезон відпусток і подорожить Не хочеться відмовляти собі в задоволенні Насолодитися довгоочікуваним відпочинком Разом з коханим чоловіком Особливо тепер, коли ось-ось з'явиться малюк І буде зовсім не до поїздок Плавання і ныряння Пожалуйста, любоє море, какое нравится Плавайте себе на здоров'я Не надо загорать Сидите в теньке под деревом Или под зонтом, который хорошо защищаєт от солнця Потому що солнце, які прямі, солнечні Лучені провоцірують угрозу прерывання беременності Вони провоцірують Мало того, що ожог дають І це все-таки продукти інтоксикації Ожог є, ожог всасується в кровь Все це йде плодом, зачем ему оно? В першу чергу Вагітність – стан суто індивідуальний І якщо одна із ваших знайомих На восьмому місяці долала говерлу То це зовсім не означає Що ви зможете повторити всі її подвиги У нас жінки всі працюють Основна масса так Они перемещаются Они ездят отдыхать Очень много таких женщин Которые беременность совмещают с работой І даже не уходят в декретний отпуск Им предстоят переезды, перелеты Конечно, не очень рекомендується Абиаперелет Особенно длительний Но тем не менее Есть ситуации, которые вынуждають женщин Здоровые женщины, как правило, переносят это все Но это определенный риск Перепады давления Это все равно Где-то в душе страх есть Подорожуючи водным транспортом Теж можуть виникнути проблеми Хорошо, если она где-то до Турции Паромом хорошо прошла А если это носом вниз, носом вверх Ей так тошнит Тут еще и То есть в основном это наземный транспорт Автомобиль, поезд Пожалуйста Сколько угодно Если это здоровая беременность Непоганим активным відпочинком Будет похід до басейну Можно и в басейн ходить И тоже плавать Пожалуйста Только все Опять же золотая середина Выбираем ее Чтобы не было перенагрузок каких-либо там Ну да, все на удовольствие Пожалуйста Пускай Батьки чумочок ставлять питання Якщо дитина обожнює мультфільми То, возможно, анімація Відіграє важливу виховну роль Зависит от того, насколько мама в принципе с ребенком разговаривает Вообще, конечно, больше воспринимает маму Потому что для ребенка мама более значимый Эмоционально значимый объект Поэтому, естественно, ее мнение для него будет важнее Но не потому, что это мама рядом просто А потому, что мама с ним когда-то разговаривала Кожна дитина сприймає побачене по телевізору по-своему Что он воспринимает из этого мультфильма И какие нюансы сюжета или поведение Или какие особенности картинки Остаются у него на его эмоциональной памяти Никто не знает Если мама с ним не обсуждает это Не слышит его реакции Кроме того, он может даже... Ну, в основном он сам этого и не осознает Потому что нет момента проговаривания С телевизором не разговариваю Телевизор смотрит и впитывает в себя бездумно Для малюка мама авторитет Мама позволяет это прочувствовать Понять и назвать какими-то словами Назвать, что происходит с героем Котенок плачет, его обидели, ему больно, ему радостно Об этом говорит мама Ребенок этого может не понимать А в силу возраста он это и не понимает Потому что только мама называет состояние Каким-то словом, символом И тогда оно становится для ребенка осознаваемым И тогда только ребенок может для себя В следующий раз узнавать Вот это выражение смеется Вот это действие обижает Вот этот герой плохой Потому что он что-то делает Если не будет маминой оценки То трудно сказать, что в голове Может быть нет, может быть хорош Он всех пришел, победил Детям дошкельного века Психологи радят вмикати мультфильмы Засновані на народных казках Колобок, курочка ряба, три поросенка Вот это период детского дошкольного возраста Вот эти мультфильмы, снятые в хорошем качестве С симпатичным музыкальным сопровождением Показывают, что детям стоит и нужно И где-то даже обсуждать нужно обязательно Из современных мультфильмов З'являются учебные детские программы Они поясняют явища природы Або ж допомагают малюку познакомиться Зі звитом літер та цифр Эти все мультфильмы вполне имеют место быть И вполне могут быть использованы родителям Потому что действительно очень яркая визуальная картинка Остается в памяти ребенка лучше, чем, ну, мало ли какая может быть у мамы обучающая демонстрация Если только это использовать как способ обучения ребенка раннего возраста То, конечно, эффект будет не очень большой Такие мультфильмы добре запамятовываются Завдяки яскравому изображению Та частому повторению информации Если эти мультфильмы подобраны грамотно И методически правильно То эффект от них достаточно большой И полезный Просто нужно очень аккуратно относиться к разного рода видеоматериалам Которые появляются на ютубе семейного характера Когда у нас блогеры эти вещи снимают Это может быть хорошо, может быть не очень Желательно, чтобы, конечно, мама немножко читала какую-то литературу Либо научную, либо в интернете искала образовательную литературу И просматривала то, что она включает своему ребенку Чтобы она давала какому-то этому свою взрослую интеллектуальную оценку в том числе Для того, чтобы научить свое чадо не бояться програвати Варто розібратися Чому дети взагалі так чутливо ставляться до поразки Адже гра – это всего лишь развага Бывает так, что это личностные моменты ребенка Бывает так, что взрослые навеивают эту идею для ребенка Ты должен быть лучшим, ты у меня самый лучший Тем самым повышают самооценку Да, не всегда корректно Перед дитиною постає проблема Вона хочет быть первой Так бывает не всегда И что же делает ребенок? Ребенок проявляет, скажем так, негатив Ребенок агрессирует, ребенок истерит Ребенок не удовлетворен тем, что он делает И здесь возникают трудности Трудности с адаптацией, привыканий Вообще нахождений в коллективе Что робити дорослим у данному випадку? Мы должны ему помогать В первую очередь тот человек, который находится в классном коллективе Если это класс, это учитель, либо воспитатель Как помогать? Ситуативно Произошла какая-то ситуация Вы должны не просто проговорить ребенку Что как и делать нельзя Но вы должны ему предложить те методы То поведение, которое нужно делать Конечно, здесь без родителей не обойтись Нужно обозначить проблему Либо педагоги, либо психологи Должны обозначить проблему ребенку, родителям И выработать свою тактику Общую тактику воспитания ребенка В первую очередь воспитывать эмпатию Что это такое? Это чувство сопереживания Это чувство понимания Это те чувства, которые дадут посыл поведении ребенку Которые, скажем так, научат его вести себя корректно По отношению к другим детям Спивпереживание, тобто эмпатию Потребно развивать с раннего детства Через сказки, через фильмы, через беседы Беседы обязательно должны происходить с тем человеком Которым ребенок доверяет Которого ребенок отзеркаливает Это может быть мама, папа, бабушка, дедушка Брат, сестра, психолог Ну, то есть тем человеком, который ребенок Сорый ребенок хочет его слышать Еще один гарный способ научить дитину товарищевать Частейше играть всей семьей в коллективные игры Вы можете дома, играя в шашки, в шахматы Или в какие-то другие игры, которые учат взаимодействовать Вы можете проследить поведение ребенка Как ребенок может проигрывать Либо он может вообще проигрывать Либо только выигрывать Ведь жизнь складывается не только из одних выигрышей Мы не можем все время выигрывать Бывают такие моменты, когда мы и проигрываем И это надо уметь с достоинством Таким чином поступово поведенка школяра Почне изменюватись Ребенок научится уступать, анализировать, обобщать Свои действия и тем самым выровняет свое поведение Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин